МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах. Чья вода важнее? В Касавертовском районе водоотвод стал предметом спора. Шестикратная чемпионка, мать десятерых детей. О том, как живет многодетная спортсменка и к чему стремится, расскажем через несколько минут. Лидеры на Северном Кавказе, дагестанские кардиологи, бьют рекорды по количеству высокотехнологичных операций. Жители села Кокрек Савертовского района бьют тревогу. У главной водной артерии, питающей живительной влагой окрестности, появилось ответвление. По словам жителей, села воды здесь и без того не хватает, что ежегодно сказывается на урожайности сельхозугодий селян. Поэтому покушение на свои водные ресурсы жители склонны принимать в штыки. Увидев водоустроительные работы, как рековцы заподозрили неладное. Кто прав в водном споре и чья вода важнее, разбирался Абдулла Алиев. Работа здесь кипит. И всё, как ни странно, вроде бы на благо людей. Вопрос только – каких людей? Жители сел Кокрек и Муцалаул собрались здесь не просто так, а чтобы выяснить, для чего рядом с трубами, по которым к ним поступает вода, появилось вот это ответвление. Уже второй, третий год мы не можем в достаточном количестве населения пользоваться водой. Так как врезается, идёт врезка, Куруш, вот Бабаюртовская линия. Здесь они сейчас трёхсотку поставили, там, говорят, ещё восемьсотку, пятьсотку хотят увеличить. Нам, население, жителей сел, нечем, нехватка воды, кубов не хватает. То есть мы настолько настрадали, что наши огороды, поля, всё высохло. Возмущение жителей этих сел можно понять. Основными их занятиями являются земледелие и скотоводство. Даже сейчас им не хватает воды для полива сельскохозяйственных угодий. Да и скотину часто нечем поить. А тут ещё вдобавок ко всему появилась труба, которую, как уверяют жители муниципалитета, несанкционированно подсоединили к их водному каналу. Вот в прошлом году урожай вообще сохло всё, огороды, ничего не было. И вот в настоящее время добавляют трубу в какую-то сторону Бабайурта или куда-то. И так нам не хватало воды поливной. И ещё дополнительно соединять какую-то трубу. Вода, если верить местным жителям, может и вправду вскоре начать поступать не в тех объёмах, в каких должна. За водостомжение в этих сёлах отвечает филиал госучреждения Юзбаш-Аксай подведомственного Министерства мелиорации Республики Дагестан. Как объяснили представители организации, возникшей ситуации нет их вины. Работы ведутся по заказу застройщика из другого ведомства. То ли Министерство ЖКХ или Министр строй. В общем, они, ну, весь секорд, когда вот нужно население обеспечить водой, да? На хозяйственные бытовые нужды, да, населённого пункта, населения, да? На всякие нужды населённого пункта. Надо где-то воду брать. Эту проблему надо решать. Решили почему-то взять с оросительного канала. Оросительный канал – это для полива площадей, да? Оросительный. Да-да. Для сельхозугодия. Решили оттуда взять воду и дать населённым пунктам для хозяйственных бытовых нужды. Я понимаю, что хозяйственные бытовые нужды, да, хорошо, людям надо давать воду, но я говорю, почему? За счёт агрария, да? За счёт моих потребителей. Завтра им может действительно вода не хватить. Они там 500-ка другого резались и заявляют, что там они какой-то минимальный будут забирать. Они не будут забирать, они максимально около куба воды. А это в пределах 25% от пропускной способности канала. 25% объём примерно они могут забрать. А это если в 2%, 3%, это можно, как несущественно, можно. А это 25% – это очень много. Как уверяют жители Кокрека, они не против, чтобы в других сёлах тоже была вода. Но они не хотят, чтобы это делалось им в ущерб, так как должны учитываться права и интересы всех граждан без исключения. Получается так, что они хотят решить проблему одной части населения за счёт создания проблем другой части населения. Мы не против, чтобы эти населённые пункты полили с водой, ради бога. Но есть вода, вон есть сулак, дальше, ниже. Пожалуйста, можно было оттуда же воду отвезти, там поставить на солнце или оттуда взять воду. Но почему именно было им взять, отсюда взять воду, я не могу понять. Тогда этот канал и так не хватает для тех населённых пунктов, которые и тех земель, орошаемых, которые находятся в этом районе. Но это, увы, не единственная проблема этих сёл. Водная артерия, проходящая через село Новая Гадарей и Кокрек, так и не была отремонтирована, несмотря на обещания ответственных за это лиц. Как отмечают жильцы этих сёл, раньше ситуация была намного хуже. Канал был очень загрязнён, но недавно его всё же почистили. Хотя почистили, по их словам, не на 100%. И ощутимых результатов обещанного ремонта, к сожалению, не видно. Я по интернету смотрел, тендер выигран на какое-то определённое предприятие 26 миллионов рублей. Протяжённость канала 23 километра. Вот они взяли деньги, 26 миллионов, и сделали вот это. То, что они сделали, это называется капитальный ремонт. Не косметический ремонт. Мы вот здесь этим возмушены. Вот дерево. Это дерево сейчас через, ну, не полгода, а через три месяца упадёт опять в канаву. Вот это всё, то, что они вывалили вдоль канала, это всё, каждый дождь, который будет смывать её туда в канаву. Но в организации филиала Юзбаш Аксай уверяет, что выделенных денег не хватало на капитальный ремонт канала. А всё, что было в их силах, они сделали. Обнадёживает, что водная артерия уже включена в специальный государственный проект реконструкции на 2021 год. Они думали, что если ремонт, где там местами ремонт сделали, они думали, что это всё, здесь всю облицовку менять будут. Нет, это не те деньги. Этот канал, он включен в 2021-2025 год. У нас есть проект миллиардов развития. В этих рамках, да? В этих рамках он включен этот канал на будущее, чтобы больше ремонт сделать. А на эти деньги, это облицовка, там близко на это, чтобы на эти деньги сделать, поменять. Мы по этим самые такие, самые такие плохие места заложили туда, чтобы подремонтировать, да, облицовку канала. И очистку, облицовку, там лесная часть, там вообще деревня завалена на дубнице, это нижняя часть, от деревьев очистят, вот эти работы. А так там 10-20 раз больше денег надо, чтобы всё то, что вот эти вот остались, всё это сделать. А это в рамках реконструкции будет делать. От водных проблем к социальным. В муниципалитете всего одна школа. Детям, живущим на окраинах села, приходится преодолевать несколько километров, чтобы добраться до неё. Решить проблему послам жителей может помочь новая школа, которую можно возвести на пустующей территории в 5 гектаров, находящейся близи села. На сегодняшний день мы находились были у руководителя главы администрации, в связи в Кокорейске, также были и в администрации. Поставили вопрос по поводу выделения, чтобы этот земельный участок, какой-то племеный участок нам выделили, поставили нужды. Нам они примерно обозначили территорию, так сказать, примерно 5-5 гектаров земли. Это уже продолжается более года. Вот буквально неделю-то мы опять собирались, обсуждали. Но нам говорят постоянно, что мы подождите завтра, позавтра. Жители села Кокорейк не теряют надежды, что на их проблемы обратят внимание и решат их по возможности в кратчайшие сроки. Жить благополучие желают все. И эти люди не исключение. Абдулла Алиевнур, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Хасыртовский район. Уже завтра, 8 марта, праздник весны, красоты, праздник всех женщин. В этот день прекрасная половина человечества окружена заслуженным вниманием и подарками. Самое время сказать нужные слова всем тем, кто близок и дорог. Героиня нашего следующего сюжета еще и мать-героиня. Имея десятерых детей, она преуспевает во многом. Например, это не мешает ей быть шестикратной чемпионкой по дартсу. С красавицей, комсомолкой, спортсменкой встретилась моя коллега Замрут Гамидова. Меткий глаз, твердая рука, крепкие нервы и чуточку везения. Преимущество дартса в том, что заниматься этим видом спорта может практически каждый, независимо от пола и возраста. Если регулярно тренироваться, то всего за пару лет можно освоить все премудрости игры и добиться определенных успехов, как это сделала Саврижат Рамазанова. Женщина-победитель множества турниров. Играть в дартс стало по случайному стечению обстоятельств. Я с мужем, когда телевидение нашего директора Аримова, к нему гости когда пошли, увидел у него на стенке мещень. И я говорю, можно покидать, пока мужем они разговаривают. Ну, конечно, можно, говорит. И я начала кидать. Ради этого мещенья, ради этого игры я уже к нему гости начала ходить. Мужем говорю, давай, гости, пойдем, чтобы у него дома тоже же, говорю, сказал, есть. А дальше Саврижат уже и представить не могла свою жизнь без ежедневных тренировок. Теперь в ее семье дартс играет почти все. Женщина говорит, что это объединяет их еще сильнее. Подружками и мужья вместе вот так дружно все шли, и интерес появлялся. И больше общения, и больше дружности, мне кажется, и интерес тоже есть. Но Саврижат Рамазанова не только хорошая спортсменка, но и замечательная мама. Мама – аж десятерых детей. Вопреки стереотипам, спортсменка вовсе не выглядит уставшей. Забота о детях, признается Саврижат, ей совсем не в тягость. Я уделяю на каждое, что дома нужно работать, уделяю для этого времени. И для спорта тоже уделяю. У меня хватает для этого времени. Увлечение Саврижат поддерживает и супруг. Мужчина и сам заинтересовался любимой игрой жены. Правда, он, в отличие от своей спутницы, любитель, а не профессионал. Поддерживаю ее увлечение тоже. И ее протялкиваю вперед, чтобы она вперед пошла вот так. У нее, чтобы хорошо все было. С ней вместе с Саврижат выходить вперед. Насмотрим, что получится, то получится. Для Саврижат иметь много детей никогда не было чем-то из ряда вон выходящим. Наоборот, делится она. Все это было само собой разумеющимся. Можно даже сказать, что у них это семейная традиция. Ну а секрет семейного благополучия мать-героиня видит в том, что все трудности в семье преодолевают вместе, помогая друг другу. И надо отметить, что все у них получается успешно. В преддверии весеннего праздника в Унсукульском районе женщин поздравляли и награждали. Среди присутствующих представительницы прекрасной половины общества это учителя, воспитателя, бухгалтери, библиотекари и врачи. Сначала отличившимся дамам вручили благодарственные письма из рук руководителя администрации района, а потом последовала развлекательная программа с участием известных артистов и талантливых детей. Звучали песни о матери, о любви к женщине. В Дагестанском центре кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии провели 4000-ю операцию из разряда высокотехнологичная медицинская помощь. Сейчас в больнице выполняется 13 видов ВМП по всем направлениям сердечно-сосудистой хирургии. Это максимальное значение для республиканских медучреждений на Северном Кавказе. И, как следствие, смертность намного ниже средних значений по России. Всего 7 случаев из 4000. Только в прошлом году было проведено около 950 операций на сердце и сосудах. В поселке Тюбе состоялся республиканский мажлист Алимов Дагестановна. В работе богословского форума принял участие заместитель муфти Абдулла Салимов, глава поселка Ехья Хапчуев, общественный и религиозный деятель. По традиции, мажлист начался с чтения аятов Священного Корана. Проповеди ученых богословов были посвящены актуальным темам сегодняшнего дня. Посланник Аллаху, салли Аллаху алейхи вассаляма, сказал, «И якум васу адатин байни». Ни в коем случае, говорит посланник Аллах, не будьте причиной, не делайте так, чтобы из-за вас двое поссорились, или же из-за вас кто-то с вами перестал разговаривать. Что касается социальных сетей, у нас у всех есть телефоны. И мы все с вами очень долго сидим в этих телефонах. Когда мы отправляем наших детей на море, мы же обучаем их плаванию. Иначе он же утонет. Интернет тоже, это море, это мир. Заходя в него, ты просто обязан знать, что нельзя, что можно, как быть, как поступить в этой ситуации, в той ситуации. Иначе ты будешь так же выглядеть глупо, во-первых. Во-вторых, ты наберешь огромное количество, огромные сундуки грехов. В завершении мажлица были разыграны две путевки в Малый Хадж среди подписчиков газеты «Ас-Салам» и участников мероприятия. 50 автомобилей в сутки. Первые грузовые машины прошли накануне через таможенный пункт Тагиркент-Казмоляр Магарамкенского района. Напомним, в результате образования затора на границе, на азербайджанской территории, увеличилась очередь грузового транспорта. С предложением ускорения процедуры пропуска транспорта через границу для сокращения очередей к главе Дагестана обратились представители азербайджанской таможни. Меры были приняты. Движение с обеих сторон восстановлено в штатном режиме. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова